Сегодня я бы хотел поговорить про PlayStation Store, про PUBG, Fortnite и другие сервисы цифровой дистрибуции, и вообще любые интернет-сервисы в одном флаконе, и про то, как они страдают от действий Роскомнадзора. Я, в принципе, до определенного момента не ощущал этого на себе, но буквально неделю назад, по-моему, в среду, если мне память не изменяет, мои зрители не могли посмотреть мой стрим на Твиче просто потому, что они видели вместо трансляции черный экран. И это обходилось только VPN или прокси. Тема эта очень важная, потому что это откровенно касается цифрового будущего нашей страны, и это касается моей работы, работы многих других людей, потому что в цифровом IT-секторе занято много людей. Вы наверняка являетесь потребителями цифрового контента, вы играете в игры, покупаете в магазинах в интернете, собственно говоря, вы пользуетесь интернет-услугами, оплачиваете счета через интернет. Это нормально, я думаю. Мы живем в современном мире, здесь такое происходит повсеместно. Так вот, недавно случился, ну уж совсем какой-то невероятный казус, заблокировали PlayStation Network в России, PlayStation Network, и люди, у которых игры, купленные за их деньги в PlayStation Store, потеряли к ним доступ. То есть люди, которые купили игры в цифре в PlayStation Store, просто не смогли в них поиграть. Там верифицируется наличие игры на консоли через интернет, и определенные сервисы и порты, видимо, были каким-то образом забанены. Кем же, интересно, они были забанены? Сейчас мы к этому придем. Люди играют, например, в God of War, скачанный с интернета, и у них посередине геймплея, прямо посередине босс-бэтла, их выкидывают из игры, и на игре висит замочек, они не могут войти. Ну, к примеру, как пример. Как PlayStation Россия комментирует эту ситуацию? Официальное заявление. Друзья, нам известно, что некоторые игроки могут испытывать затруднения с подключением к части серверсов PlayStation Network. Сбои в подключении происходят по независимым от нас причинам, пишут в PSN. Специалисты в курсе ситуации и анализируют ее, но это стандартная отговорка. С 16 апреля проблемы наблюдаются в различных сервисах, и в том числе игровых. Это касается Uplay, Origin, Pup, Fortnite и Xbox Live. Это далеко не полный список. Возникает вопрос, почему же? Если бы я был совсем, таким совсем оголтелым блогером, я бы сказал, что это наверняка Роскомнадзор. Но я не оголтелый блогер, я чуть более, чуть менее оголтелый блогер, поэтому я скажу, что это с повышенной долей вероятности Роскомнадзор. Объясняю почему. Проблемы с PlayStation Network, с Pupg, с Fortnite, с Xbox Live, с Uplay возникли ровно в тот же день, начали возникать, хаотично возникать у разных провайдеров. В тот же день, когда начались попытки заблокировать Telegram. Во-вторых, эти проблемы локализованы в русскоязычном сегменте интернета. Именно в русскоязычном, потому что украинцы местами тоже получают. Потому что мы пользуемся с украинцами общим пулом IP-адресов. Ну, какие-то сервисы у нас просто общие. Вот приходит человек какую-то инфраструктуру налаживать в Россию, например, игру хочет свою разместить. И ставит один сервер общий для украинцев и для россиян. И для белорусов, да, там, для казахов. Ставит общий серверак. И поэтому все к нему не могут получить доступ, банально. Проблемы локализованы нашим регионам. Проблемы начали появляться в связи с тем, что именно с той даты, когда Роскомнадзор начал свои безуспешные попытки заблокировать Telegram. И, собственно говоря, количество IP-адресов, заблокированных Роскомнадзором, оно впечатляюще велико. Там несколько миллионов, десятков миллионов IP-адресов. У меня есть претензия. И она довольно объективна, как я считаю. Я считаю, что Роскомнадзор некомпетентен, не нужен, бесполезен и должен быть расформирован. С самого начала существования этого органа понятно, что это некая цензурная машина, которая должна ограждать людей от неправильного контента. Ну, под неправильным контентом поднимался контент, который не выгоден определенным политическим силам. Вы знаете, что-то мне подсказывает, что всякие Fortnite, PUBG, Origin, Uplay и прочие цифровые сервисы, магазины, кассовые аппараты. Вот сегодня, прямо сейчас, читаю новостную ленту, возникли проблемы с цифровой оплатой ОСАГО, налогов и коммунальных платежей. Они не имеют отношения к Телеграму. Роскомнадзор выглядит в своих наивных попытках заблокировать Телеграм, как Кайло Рен, который расстреливает Люка Скайуокера. Это просто невероятная обида от беспомощности и мракобесия. Я, как человек, который имеет определенное отношение к сетям, могу сказать следующее. Телеграм заблокировать чрезвычайно тяжело. Я думаю, любой специалист понимает, что это сделать почти невозможно. И по мере развития интернета заблокировать что-либо будет еще более сложно. Заблокировать что-либо сейчас в современном интернете, это как попытаться разобрать по молекулам определенный твердый предмет. Это настолько тяжело. Что-то проще, что-то... Именно окончательно, чтобы доступ вообще нельзя было получить. Вот чтобы вообще не было пути, люди пробиваются сквозь великий китайский фаервол, который был основан еще в 90-х годах, когда интернет был гораздо более слабой и менее централизованной структурой. А в Китае почти всем интернетом владеет государство. Все 9 глобальных каналов интернета, связывающих Китай с остальным миром, в руках государства. В России интернет-инфраструктура создавалась частными лицами. Частными лицами. Это было святое время. Время, когда этот сектор не был регулируем. Это было великолепное время расцвета интернет-технологий. Благодаря тому, что кое-кто не запускал свои ручонки в эту, люди смогли построить такие великолепные сети, которые работают с достаточно высоким уровнем качества. В России, в которой многие жизненные аспекты, аспекты уровня жизни хуже, чем в Европе, США или развитых странах каких-то, еще более развитых, Норвегии, Дании и так далее, интернет один из лучших в мире. Просто потому, что никто не трогал частных людей, которые занимались бизнесом на этой почве. Заблокировать что-либо сейчас в интернете, который принадлежит частным лицам, очень тяжело. Почти невозможно. Но люди пытаются, и нравятся они мракобесы, в конце концов. Вопрос вот в чем. Сколько пользы приносит вот эта замечательная организация? Нисколько доказанной пользы она не приносит на самом деле. Нет никаких отчетов, научно обоснованных свидетельств, или даже статистики, которые показывают, что эта организация действительно влияет на уровень преступности, на количество экстремистских материалов в сети, на уровень продажи наркотиков через какой-нибудь Даркнет и так далее. Влияет ли она на эти показатели? Нет. То есть блокирует ли она реально опасные сайты? Ну, возможно. Но влияет ли это на то, на что она должна якобы влиять? Нет. Влияет ли она реально на работу нормальных, обычных цифровых сервисов, которые нужны обычным людям и бизнесменам каждый день? Влияет ли она на работу Мейла, Яндекса, Гугла? Как оказывается, да. В своих тщетных попытках заблокировать то, что заблокировать чрезвычайно сложно. Многие писали, как я уже видел, это довольно популярная точка зрения, что, мол, Роскомнадзор всего лишь исполняет решение суда. По-моему, это дилемма, которую разрешают люди еще в 16 лет. Это даже не дилемма, это такая моральная софистика, связанная с тем, что вся ответственность якобы ложится на орган, который приказывает. Так вот, нет. Если вы взрослый человек, вы несете ответственность за все свои поступки. Не тот, кто над вами, а вы сами. Ответственность несет вся цепочка за любой поступок. От самого верха до самого низа. В разной степени. В разной степени, безусловно. Люди, которые говорят, что делать, несут в большей степени. Люди, которые исполняют в меньшей, но все еще несут. И поэтому, простите, но когда кто-то говорит, они просто исполняли приказ. Ну, по этой логике, конечно, можно оправдать, ну, например, фашистскую Германию 40-х годов, за исключением Гитлера, потому что, по сути, все исполняли его приказы. Прямо или опосредованно. Ну, я имею в виду солдаты Рейха. Ну, да, безусловно, далеко не все солдаты Рейха попали под трибунал. Я привожу этот пример. Это очень черновой пример, но он работает. Он работает. Но все говорили как один, потому что я исполнял приказы. Да, ты исполнял приказы. Свою голову у тебя кто отнимал? Кто мешал тебе не исполнять приказы? Вы не поверите, но можно отказаться. Если человек не слабоволен, он понимает, что ответственность он несет за свою жизнь, он взвесит последствия и поймет, что можно отказаться. Можно отказаться. Я, честно говоря, тут как бы просто говорю, что люди, которые утверждают, что вот эта вот история про... Они просто исполнили приказ, это невалидный аргумент. Неважно, исполняют они приказ или нет. Там суд, который придумал блокировать Телеграм туда же, потому что нет... Ой, про борьбу с терроризмом это вообще отдельная история. Есть замечательные научные работы, связанные с борьбой с терроризмом, которые прекрасно показывают, что все меры по борьбе с терроризмом, кроме агентурной работы, это абсолютно фальшь. Это театр безопасности, так называемый, потому что они не работают. Невозможно остановить терроризм рамками в аэропортах, невозможно остановить его досмотрами. Его может остановить только гражданская бдительность и агентурная работа. А уж блокировка Телеграма, ну увольте. Ну правда. Телеграмом пользуются миллионы добропорядочных граждан и два террориста. Ну не два, ну 20 террористов. Действительно, давайте лишим миллиона добропорядочных граждан инструмента, который помогает им каждый день жить, вести бизнес, за который они зачастую платят деньги, если вспоминать про сервисы игровые, цифровой дистрибуции, про сервисы, которые касаются подписок, фильмов и так далее, про сервисы, которые касаются сферы услуг цифровых. Давайте действительно мешать людям получать доступ к этим сервисам, просто потому что нам не нравится Телеграм. Я, конечно, считаю, что Роскомнадзор это вредительская организация, и стоит подумать над тем, чтобы что-то с ней сделать. Что-то, ну, я, например, считаю, что ее можно распустить без вреда какого-либо, потому что доказанной пользы от Роскомнадзора никакой нет. Ну просто ее нет. Продолжение следует...